И еще раз об абстракции, об абстрактном в реалистической картине. Утверждение, что реалистическая живопись недостаточно искажает действительность, а потому не может называться полноценным творчеством, опровергается художниками, которые занимаются по-настоящему художественным отбором. Это означает, что представление реалистической картины как более или менее точный фотоснимок сцены неверно. В хорошем реализме многое убрано, что называется, за скобки, а еще много такого, что не может увидеть глаз и не может зафиксировать фотоаппарат. Часто требуются все три составляющие. Внимательное исследование самой сути предмета, видимой реальности и зафиксированной реальности. Фотографии, например. Их синтез приводит к неплохим результатам. Суть предмета – это когда вы пишете яблоко, которое в данном ракурсе действительно похоже на яблоко, а не на мячик. Тут удачно видна палочка, плодоножка, тут хвостик, чашечка. Или мы добираем эту суть окружением. И тогда этот самый мячик превращается в яблоко, поскольку мы видим его в контексте. То есть понимаем суть, смысл. Изучение видимой реальности требует от художника понимания самого процесса переработки зрительной информации. Как работает глаз и мозг? Как на них влияет освещение, микродвижение глаза, аккомодация, симультанный контраст, аберрация? А тут уже и оптические системы, собранные по принципу нашего глаза, некая действующая модель. Они могут дополнить информацию, и тогда художник сможет уловить и показать на картине ощущение от объекта, выходящее за рамки его буквальных качеств. При этом, в конечном итоге, вся картина должна представлять собой ясное высказывание, как очищенная суть, как логотип, как черный квадрат Малевича. Хорошо, если такое высказывание сразу предлагает сама натура. Иногда же его приходится готовить художнику. Случайная клякса, отпечаток краски в технике монотипия, симметричное пятно Роршаха. Человек, а уж тем более художник, может увидеть в этом красивом абстрактном пятно пейзаж, бабочку, очертания домов. Но реалист действует наоборот. Сложив окошко из рук, он видит это красивое абстрактное пятно во фрагменте городского пейзажа, например. Без некоторой эмпатии это невозможно. И это та абстрактная идея, отвечающая за ясность и простоту высказывания, обеспечивающая цельность картине. Ту самую цельность, которая позволяет понять красивую суть изображенного с одного короткого взгляда. Или на большом расстоянии, где исчезают лишние мелочи. Это то, что видит фотограф на маленьком дисплее фотоаппарата еще не ясную картинку до автоматического наведения на резкость. Нет лица, нет деталей, но он успевает заметить красивое сочетание цветов или контраст, удачное заполнение кадра. Он нажимает на спуск. Это тот самый композиционно выстроенный абстрактный скелет, который лежит в основе хорошего реалистического произведения. Некоторые художники используют этот скелет как часть своего творческого метода. Как первый технический этап создания картины. Бывает, эта абстрактная идея закладывается на уровне подмалевка. С этой самой абстракции начинается их будущая реалистическая картина. Только удовлетворившись результатом и нащупав концепцию, найдя эту самую первичную абстракцию, абстрактную форму, художник нанизывает на нее детали, узнаваемость, какой-то смысл. Потому, например, Дэвид Лиффель называет свой стиль абстрактным реализмом. Ну, кажется, взаимоисключающие понятия, но это всего лишь путь. Начинаем с абстракции, заканчиваем реализмом. Отголоски этой самой абстракции еще остаются, но зрителю уже предлагается нечто большее. Если настроиться на поиск этого абстрактного скелета, лаконичной внутренней схемы, ее несложно вычленить в большинстве классических произведений, где конечная отделка может быть самой разной. Хорошая реалистическая картина многосюжетна. Помимо верхнего уровня считывания, изображено то, то и то, существуют другие смысловые уровни. Альтернативное прочтение сюжета, аллегории, символические значения, утраченные высказывания, уже не очевидные для современников. Но еще существует вот этот уровень абстрактной красоты, тот набор строительных элементов, работающих даже на абстрактном уровне. Большое яркое пятно, вызывающее беспокойство или умиротворяющий колорит. Движение форм или линий, игра фактур и от того разное светоотражение. И, разумеется, желательно, чтобы впечатления, эмоции от абстрактного уровня не противоречили бы другим уровням считывания. Ну, если, конечно, это противоречие не было задумано как концепция. Когда, например, абстрактные очертания тени выглядят зловеще и тревожно, и банальный зевок не начинает восприниматься как крик. Обычно такая абстрактная идея цепляет художника на первых стадиях работы над картиной, при первичной визуализации. Это эскиз для будущего большеразмерного полотна. Или это зарисовка, этюд. Сюжет, увиденный в условном окошке. Сценка, лицо, пейзаж, фрагмент окружающего мира. Что-то должно зацепить наш глаз на самом первом уровне, ради чего все затевается. Например, охра рядом с голубым. Эти противоположные цвета усиливающие, ну и компенсирующие друг друга. Плюс белый сегмент, как акцент на их фоне. И отсюда смелая нестандартная композиция и уже расставленные смысловые приоритеты будущей картины. Или плоские статичные элементы за счет слабой цветовой нюансировки и все-таки узнаваемых, реалистично исполненных элементов рождают в конце концов реальность и пространство. Или главенство крупного элемента, окруженного менее значимыми деталями, смысловым, который считывается не сразу, это сателлит. Декоративным, линейным, орнаментальным, по сравнению с лаконичным, главным. И, наконец, элементом, который усложняет и уравновешивает композицию, работает как нюанс, но работает полноценно, поскольку имеет некое охранное поле. Или красный объект, который должен был потеряться на оранжевом фоне, но он начинает активно работать, когда появляется зеленый контрастный задник, второй план. Ну, в таких декоративных вещах абстрактная основа считывается особенно ясно. То есть, абстракцию, но только действительно хорошую абстракцию, да, красиво построенную, сложно исполненную, рождающую, пусть небольшой, но все же эмоциональный отклик, можно воспринимать как бессюжетный концепт, который при желании способен переродиться во что-то более сложное. Ну и пока так.